Итак, друзья, я вас всех приветствую в обзоре патча 7.35. Да, если вы вдруг не в курсе, пропустили прошлый ролик, там мы посмотрели на само обновление тематическое в честь хладрыжества. Но вместе с хладрыжеством Valve выпустили патч 7.35. Так что сначала смотрите прошлый ролик, если еще не посмотрели. А теперь мы приступаем к обзору основных изменений клиента, баланса и прочих интересных вещей. А их здесь просто море. И давайте прям сразу сходу. Итак, миникарта. На миникарте теперь мы видим, как меняется наша иконочка нашего персонажа в зависимости от того, куда мы смотрим. То есть стрелочка теперь будет указывать сторону, в которую идет или смотрит наш герой. Полезно? Полезно. Когда мы теперь делаем телепорт на башенку или, допустим, на... куда там можно еще? На ванпост. Мы будем сразу видеть, сколько времени займет телепортация на определенную точку. Появляется вот такой вот радиус и появляется подсказочка. И это тоже очень-очень полезно. Ну и, наверное, это самое прогрессивное обновление, которого... Ну, как будто бы оно должно было быть всегда. И я говорю об изменении визуальных способностей, вот этих вот таргетных подсказок, куда мы... что мы направляем, какие обилки. В общем, теперь у каждой обилки есть свое вот такое вот визуальное отображение, как, куда, в какую сторону, какой сам прожектайл, какого размера будет. И мы теперь сразу понимаем, какой радиус этой способности, какая длительность, какая ширина. В общем, это нереально полезно. И я думаю, по мере игры вы это поймете. Теперь мы вот знаем, например, что вот так вот работает саленс траксы. То есть вот в таком вот радиусе вот так вот работает ее мультишот. То есть это как бы всегда было известно, что он работает конусом. Но какой именно этот конус, было непонятно по ходу игры. То есть даже с хуком теперь видно радиус его захвата от этого самого хука. Допустим, давайте Мирана посмотрим, какая у нее стрела теперь. Как она выглядит. Вот такая вот стрела, вот такой вот у нее теперь радиус. И мы теперь это тоже знаем. И это ну нереально просто круто. Ну вы сами вдумайтесь. Играете вы, например, за Бриста. У Бриста, вы знаете, есть суперсильная спина, которую обычно режут каким-нибудь сильвером. Но не всегда удобно следить за вот этим вот баром состояния, которые на тебе висят. И поэтому в Алва добавили еще одну прикольную фишечку. Смотрите, вот подходит Свен. Сильвер дает тычку. Снимает нам пассивочку. И мы визуально видим, что у нас обилки вот эти вот закрылись. Что теперь именно вот эти способности не работают. Также теперь мы можем узнать радиус получения опыта. Если вы стоите на сапике, допустим, где-то вот здесь вот нюхаете экспу, или вы кор вас загнобили, но вы не знаете точного радиуса, то вы можете навестись на иконочку вашего опыта и увидеть, каков радиус получения этого самого опыта. Вот такой вот он, если вы вдруг не знали, не видели. Я, честно говоря, сам не знал. То есть, ну, примерно ты как бы понимаешь. Теперь смотрите. Идет Крипчик. И теперь, помимо его урона, ХП, скорости атаки, мы в самом низу видим, сколько за него дают золота. И вот здесь вот мы видим за ближника 34 золота, за дальника 46-55 золота. И это же тоже круто! Вы понимаете, что доты становятся гораздо более дружелюбны для новичков и гораздо более удобны и понятны для обычных игроков, которые играют в доту, ну, достаточно много времени. Дальше идут курьеры. Валвы их тоже немножечко поменяли. И теперь, помимо того, что мы опять же видим золото, сколько за них дают, теперь у них немножечко другая система здоровья, ближе как к вардов. Смотрите, вместо обычной ХПшки у них теперь вот эти два разделения. Это означает... Смотрите, вот у нас есть снайпер с рапирой. Давайте посмотрим, убьет ли он нашего курьера сейчас. Тык! Смотрите-ка, не убил. А у него ведь, видите, сколько урона? Не убил, потому что теперь, чтобы убить курьера, нужно нанести определенное количество ударов. Чтобы дальник смог убить курьера, ему нужно сделать две тычки. Чтобы ближник мог его убить, нужно сделать всего одну тычку, независимо от того, сколько здоровья у курьера имеется. И плюс курьеров теперь нельзя хилить, а это значит, что прошла та самая строта, когда можно было кучу курьеров на Торментера согнать, а Даззл мог в соло забирать этого самого Торментера благодаря курьерам. Курьер теперь хилится только на фонтане. Итак, кстати говоря, о самом Торментере. У него появилась новая способность, которая называется The Shining. Обилку ему еще, к сожалению, не нарисовали. Сами понимаем, инди-компания не успела. Но, тем не менее, из описания понятно, что эта обилка наносит теперь 30 урона в секунду всем существам в радиусе 1200. Это немного странное решение, учитывая, что ты можешь случайно как-то вот здесь вот пройти, как-то там мансить, и получается, ты можешь просто абсолютно рандомно сдохнуть на лоу-хп, просто проходя мимо. Например, под ультой веника ты идешь такой здесь на лоу-хп, вот здесь как вот там мансишь, и все, умер от Торментера. Или там армлетик пообузил. Прикиньте себе лицо этого Хускара, который пойдет в Сулу забирать вот этого самого Терзати. Ну, видимо, для этого и сделали. Хотя решение достаточно странное. Я понимаю, если бы оно бы активировалось, когда мы бьем его. Но оно же просто так фигачит, как видите, я даже его не трогал. Я просто горю. 30 урона в секунду достаточно много. Рошан получил тоже новую способность, которая пока что имеет иконку Бласта Инвокера. Ну, опять же, инди-компания, сами понимаете. Новое время не было нарисовать. В общем, новая обилка называется Roar of Retribution. И, в общем, как он работает. Если Рошан атакует команда, которая убила его в прошлый раз, он издает слышный на всю карту рык, который наносит урон всем существам в радиусе 900 и увеличивает получаемым ими урон на 25%. Урон 50 базовый, но каждые 10 минут, я так понимаю, этот урон будет увеличиваться. В общем, не столько страшен сам урон, сколько страшен баф на 25 дополнительного урона. И, как вы сами понимаете, тот факт, что вся карта будет слышать о том, что вы пришли повторно забирать Рошана. Это важный момент. Также переработали систему дропа вещей с Рошана. В общем, теперь после второй и последующих смертей Рошан роняет сыр, если его убили на стороне света. Или Рошан-баннер, если его убили на стороне тьмы. Что такое Рошан-баннер? Баннер — это вот такой вот новый предмет, друзья. Как он работает, сейчас мы с вами, собственно говоря, и разберемся, потому что мне тоже интересно. Итак, смотрите. У нас здесь идет сейчас волна крипов. Я стою вот здесь. Я нажимаю пробел, ну, свой хоткей, и использую этот самый баннер на своих крипов. Опа! Появляется вот такой вот баннер. А все крипы получают огромные преимущества. Существо прошло мимо знамени Рошана и получило бонус к урону и здоровью. Да, на 45 секунд они получают плюс 75% к здоровью и плюс 50% к урону. То есть, если это будут мега-крипы, то они получат еще больше. Все зависит от процента. В общем, крипы становятся значительно сильнее, и это тоже прикольно. Если его сломать, вам дадут 200 голды. И ломается оно, как видите, за 6 тычек всего-навсего. Вот оно здесь все это время стоит, и каждый раз крипы подходят к этому знамени. И получают баф. Вот, все, они прошли мимо него, получили баф, усилились, и пошли вперед дальше пушить. И тавар уже наполовину практически сломанный. В общем, итем очень интересный модельку у него. Вот такая вот. Ну, это круто, это прикольно, интересно. Новая какая-то механика получается. Также валвы переработали руны. Давайте опять же идти по порядку. Так, дабл дэмэдж. Дабл дэмэдж у нас теперь. Это усиление урона. Это уже не двойной урон, это совершенно получается другая руна. Она увеличивает базовый урон на 80% и дает плюс 15% к урону от заклинаний. То есть теперь эта руна не только для всяких коров, которые бьют с руки, но теоретически на магах она тоже будет смотреться уже не так уж и плохо. 15% конечно не то, чтобы прям сильно ощутимо, но все равно прикольно. Дальше у нас руна невидимости. И теперь помимо инвиза, она на время действия увеличивает сопротивление урону на 25%. Плюс 5% за каждую появившуюся ранее руну невидимости. То есть клейту, по идее, руна инвиза будет достаточно много урона блокировать. Инвиз, кстати говоря, не единственная руна, которая стала усиливаться в зависимости от того, сколько их этих рун было заспаунено ранее. С хастой ситуация такая же. По дефолту она длится 22 секунды и плюс 3 секунды за каждую появившуюся руну ранее. Ну и руну регена, конечно же, тоже немножечко переработали. Теперь мы когда ее берем, тычки по нам не сбивают эту руну регена. Она просто будет работать, как я понимаю, слабее. Как только нас атакуют, все, реген не идет. Вот, проходит какое-то время, и реген опять начинает идти на полную силу. Вот так вот это теперь работает, друзья. Теперь у нас настало время порталов. Отныне, если мы используем телепорт, мы платим за это 75 манам. Вот видите, у меня отнялось. Причем даже если вы отменяете телепорт, то ман у вас все равно списывается. Неважно, отменяете, вы там не отменяете, она просто сгорает. Так что есть смысл теперь уже тепиться до конца. Ну и плюс это немножечко усложняет жизнь саппортом, который частенько ромет и пользуется этими самыми парными порталами. Итак, теперь мы приступаем к предметам. На этом у нас обзор всяких основных изменений базовых окончился. Теперь же переходим, наверное, к гвоздю нашей сегодняшней программы. Это новые предметы, а их просто дохренища. И давайте по Бырику как-то попытаемся пройти по ним. Смотрите, Ring of Tarasco. Старый итем, который наконец-то вернулся. Не то, чтобы по нему кто-то скучал, но вот его решили вернуть за игру. И он теперь стоит 1800 рублей. Из него отныне собирается Тараска, что логично. Рефрешер внезапно. И пайпа. Рефрешер теперь собирается вот так вот. И да, новый предмет. Сразу же переходим к нему. Тиара оф Селемины. Она дает плюс 6 к восстановлению маны. И по сути это аналог Ring of Tarasco. Внезапно, правда? То есть теперь у нас есть два абсолютно одинаковых предмета по стоимости, которые дают плюс-минус одни и те же функции. Это отвечает за здоровье. И это отвечает за ману. Так что рефрешер у нас теперь собирается из двух вот таких вот... Из трех колес оно теперь у нас собирается, кстати говоря, рефрешер. И рецептика. В общем, 5000 теперь он стоит. И вот такой вот интересный у него теперь рецепт. Новый предмет, друзья. Канда. Предмет собирается из Филактерия и Кристаллиса. И, как вы уже поняли, он сочетает в себе обе способности от этих двух предметов. А именно, дополнительный демэдж и замедление при использовании направленных заклинаний на цель. И криты с руки. Для кого этот предмет? Для меня, если честно, загадка. Еще один новый итем называется Паразма. И он собирается из Вичблейда и Мистикстафа. Само собой, он имеет пассивочку от Вичблейда. И плюс добавляет еще одну пассивочку, которая позволяет нам накладывать на 4 секунды снижение сопротивления магии жертвы на 20%. Ну, на каком-нибудь здесь все это, наверное, вообще идеально смотрится, конечно. Итак, друзья, теперь у нас новые нейтралочки. Safety Bubble. Владельцы окружают барьер на 100 здоровья. Он полностью восстанавливается, если не получать урон, в течение 5 секунд. То есть, просто пассивный барьер. Втанчили одну тычку. Все, у нас больше нету. Так сказать, щита. Немножечко походили. Все, щит у нас опять отрегенился. Следующая нейтралка второго разряда. Whisper of the Dread. Плюс 150 к мане дает. И уменьшает дневной обзор владельца на 15%. Но он наносит на 10% больше урона с заклинаниями. Опять же, очередная шмотка, которая повышает силу магов. И это тоже интересная такая тенденция, друзья. А вот следующий итем очень странный и необычный. Называется он Light Collector. В общем, у него есть активная обилка, которая имеет cooldown в 30 секунд. Это обилка. Что делает она? Мы ее нажимаем. И она уничтожает все деревья вокруг нашего героя в радиусе 325. Вот такой вот радиус у него небольшой. Зачем уничтожать деревья, спросите вы? А вот зачем? Смотрите. Пассивная. Unclouded. Днем увеличивает восстановление здоровья, а ночью восстановление маны. Если в радиусе 200 от владельца окажется дерево, то текущее восстановление уменьшится вдвое. Итем, который презирает деревья. Следующий спортный предмет называется Nemesis Curse. Он дает плюс 35 к урону с руки. Приятно. Но при этом увеличивает наносимый владельцу урон на 8%. Причем это касается любого урона. Магического, физического, чистого, абсолютно. При этом все. Атаки владельца накладывают на жертву эффект, который увеличивает наносимый по ней урон на 12%. Длительность 5 секунд. Вот так вот это работает. Мы можем постоянно его обновлять. Это неприятно, конечно же, для нашего врага. Демошь действительно как будто бы увеличивается. Явно больше, чем должен быть. Но при этом всем, если учесть, что мы получаем 8% дополнительного урона, это неприятно. Плюс это можно накинуть только на одну цель. То есть нельзя на 2, 3, 5 героев накидать сразу вот это вот по тычке, так сказать, скинуться. Дальше у нас идет дублон. Смотрим на этот замечательный дублон. Он пассивно дает плюс 5 к восстановлению здоровья, плюс 2,5 к восстановлению маны. Это итем третьего разряда. Переключает предмет между двумя режимами. В режиме здоровья переводит 20% максимальной маны владельца в максимальное здоровье. В режиме маны переводит 20% максимальное здоровье в максимальную ману. Так, дальше у нас идет следующий новый предмет четвертого разряда. Называется он Авианос Физер. И давайте же посмотрим, что это. Он пассивно дает плюс 25% к уклонению, плюс 30% к скорости передвижения. Это прям круто. Когда здоровье владельца опускается ниже 30%, он получает беспрепятственное передвижение. Да ладно, прям, прям на совсем, пока вот у него мало здоровья, он будет спокойно передвигаться. Слушайте, реально. Все, бесконечно двигаемся как хотим. Не, вот этот итем как будто бы имба. Вот как будто бы, вот, о-о-о, вот это сила. Так, а дальше у нас идет предмет под названием Ancient Guardian. И это прикольный итем. Я уже, кстати говоря, почитал, что он делает. В общем, он дает пассивно плюс 50 к урону. И владелец получает еще плюс 50 к урону, который находится в радиусе 2000 от древнего. То есть, смотрите, у нас сейчас плюс 50. Я подхожу к нашему трону. И плюс еще 50. В итоге у нас 100 демоджа с руки дается только за то, что мы находимся рядом с троном. Без трона мы получаем только 50. Так, следующий предмет у нас называется Battle Cage. Он дает плюс 12 к броне и имеет интересную пассивочку. River Berate. Получив 180 урона от любого источника, владелец выпускает снаряды в два случайных врага в радиусе 600. Ну, это получается прям вот старая пассивка Разора. Прям вот она-она. А есть какой-то кулдаун? Кулдауна вроде бы тоже нет. Но и демоджа как будто бы что-то прям маловато. Ну, вот она что-то там пукает, конечно. Но она что-то прям вот чуть-чуть замедляет, чуть-чуть какого-то там демоджа выдает. Но это что-то прям смех какой-то, по-моему, нет? Только я говорил о том, что у нас суперсильно бафают магов, как внезапно в пятом разряде появляется нейтралка, которая дарует нам 95% сопротивления магии. 95. При этом, обратите внимание, максимальное здоровье владельца приравнивается к полторам тысячам. То есть ни больше, ни меньше. Его невозможно изменить другими эффектами или характеристиками. Ну да, демо же вообще нужно. Ноль. Ну, опять же, фиста демодж проходит. Как бы. Блин. Я не знаю, этот итем, ну, настолько ситуативный. То есть, ну вот, вы представьте себе, на 60-й минуте у врагов что, должно быть 5 магов, чтобы вы взяли этот предмет? Или куда? Зачем? Вот в какую ситуацию может пригодиться? Всегда есть какой-то физкор, который может тебя за один пук убить. И со своими полтора тысячами хп. Это ж смех какой-то. Разве что его как-то, я не знаю, может абузить, там туда-сюда выкладывать, перекладывать. Только так, наверное. Был бы он еще переключаемым. Может быть бы, кстати, еще какой-то смысл был бы. А так, переключаемым с каким-нибудь кулдауном, например. А, ну и еще, кто вдруг не застал, вернули в пятый тир старую добрую Magic Lamp. Она дает плюс 300 к здоровью. Когда здоровье владельца падает ниже 20%, на него применяется сильное развеивание, и он излечивается на тысячу здоровья. О, подфилились, все. Вот, пожалуйста. И итам уходит на кулдаун. В общем, такой вот супер пассивный подсейв, который в каких-то ситуациях может прям реально засейвить и помочь. Так, ну и с новыми предметами мы разобрались. Теперь же мы переходим к изменениям текущих предметов, потому что их тут тоже дофинище. Например, Арканы. Арканы теперь собираются из ботинок, базилки и рецепта. И теперь они работают точно так же. Они восстанавливают 175 маны. Кстати говоря, по-моему, раньше было меньше, если я не ошибаюсь. Имеют кулдаун 55 секунд. И при этом всем они еще имеют пассивочку от базилки. И собираются гораздо-гораздо легче для саппортиков бедных, которым тяжело накопить на вот этот было вонючий энерджи-бустер. Блатторн теперь собирается у нас следующим образом. Орчид, Джавелин, Киперстоун и рецепт. И что нам дает эта комбинация? А вот что. Мы промахиваемся. Но если мы активируем Блатторна на врага, то мы перестаем по нему промахиваться и наносим по нему дополнительный дэмэдж. Наконец-то Валвы нашли применение линзе. Теперь она не просто слот, который занимается предметом за 2000, а теперь она скелится в Этериал. Да, теперь Этериал состоит из гаста, линзы и рецепт за 1600. В общем, он дает абсолютно все вот эти вот самые статы, которые дают оба этих итем. Брошка теперь собирается из Сакрида, Вуду Маски и Рецепта. Что мы получаем взамен? Взамен мы получаем итем, который переключается. Вот так. И вот так. Что нам дает переключение, спросите вы? А то, что теперь мы пассивно, каждая наша тычка будет вносить теперь магический дэмэдж. Но при этом мы тратим 75 маны на каждую такую тычку. Соответственно, в гасты мы можем абсолютно спокойно бить, как и раньше с Ревенант Бруч. Но при этом мы можем бить сколько угодно, насколько вот у нас, допустим, хватает маны. И это круто. Это по сути как, я не знаю, как ульта Муэрты типа. Также в доте появилась абсолютно новая механика увеличения радиуса действия некоторых обилок. Такую особенность нам дает Бладстоун. Как видите, он дает плюс 75 к радиусу заклинаний. Что такое радиус? Это способности, которые, грубо говоря, имеют, ну, такой вот кроглый радиус. То есть там ульта Энигмы, например, Блэк Хольчик, еще там всякие другие обилки. Ну, их много в доте. И, в общем, смотрите. Вот так вот выглядит наш первый спелл без Бладстоуна. И вот так вот он выглядит с Бладстоуном. То есть ощутимая разница. Вот так вот мы кидаем его. И вот такой вот огромный его радиус от шрапнеля у нас получается на снайпере. То есть Бладстоун теперь, помимо всего, что он давал раньше, теперь дает еще и вот такой вот приятный бонус. Опять же, все-таки магов Валвы здесь поднимают, на мой взгляд. Причем ощутимо. Очень много предметов, которые дают какие-то магические приколы. А, еще и не заметил возвращения еще нескольких старых нейтралок, потому что, ну, я их уже привык видеть в доте когда-то. И для меня не казалось, что они как будто бы и не удалялись. В общем, вернули Ройл Желешку. Итем полностью переделали. Теперь он работает совершенно иначе. Он пассивно дает нам плюс 50 к здоровью, плюс 50 к мане. Но при этом его можно использовать на союзника, чтобы отхилить ему ману и здоровье за счет зарядов. Мы на него используем вот эту Желешку. И наш Акс начинает хилиться. И еще предмет, про который я забыл, который опять же вернулся, это Крэйги Год. Его переработали. И теперь он пассивно дает плюс 6 к броне и плюс 150 к здоровью. Но если мы его активируем, он еще на 12 увеличит на броню, но замедлит передвижение на 30. И это все длится 8 секунд. Мы реально ходим как черепашка, но при этом мы получаем гораздо-гораздо меньше урона. В общем, итем раньше работал пассивно. Он там пассивно забирал 30 к скорости передвижения. Но теперь ему добавили активку и вроде как сейчас стало нормально. Ring of Hells и Voidstone теперь продаются в обычной лавке. Аллилуйя! Это просто словами не описать, насколько это реально приятно. Это... ну... Ну, кто играет в доту, я думаю, понимает, почему это приятно и почему это хорошо. Спасибо, Вэлл. Спасибо. Баттерфляй теперь собирается вот таким вот образом. Eagle Song, Talisman of Evasion и Claymore. Почему Claymore? А потому что Quarter Staff, из которого раньше собирался Баттерфляй, его удалили из игры. И теперь Баттерфляй дает нам 35 к ловкости, плюс 35 к уклонению, плюс 20% к базовой скорости атаки и плюс 25 к урону. Так, я тут сейчас подумал, ребята, давайте я вам не буду показывать все изменения рецептов, их там слишком много. Я вам буду показывать самое важное, потому что иначе этот ролик будет длиться 10 тысяч часов. Ну реально, я думаю, вам это самим не надо, вы это сами посмотрите по ходу игры. Вы все равно нихрена не запомните и я не запомню, оно вам не надо вообще. Давайте лучше пройдемся по чему-то реально важному. Рапира. Рапира, казалось бы, теперь дает плюс 350 к урону и плюс 25% к урону с заклинаниями. То есть теперь этот итем не только для физовиков, но и для волшебников, для магов. Равноценно ли 350 к урону физы и 25 к урону от заклинаний вопрос спорный. Нерезонно и слишком дорого и опасно магу брать такой дорогой итем, который еще и можно просрать ради 25%. Важное изменение постигла Метеор Хаммер. Настолько важно, что он аж в экран теперь не помещается, все описание этого предмета. В общем, теперь оно дает, помимо того, что мы можем встанеть и кидать на голову Метеор, оно дает плюс 10% к урону с заклинаниями. За счет того, что теперь Метеор Хаммер у нас собирается из Каи, Кровна и Рецепта. Похоже, судьба постигла и Шиву. Теперь волна, которая выпускает Шива, она увеличивает урон от заклинаний на 15% и наносит им 200 магического урона. И на 4 секунды еще снижает их скорость передвижения на 40%. То есть все то же самое, что она делала раньше, плюс теперь еще дополнительные 15% от заклинаний. Просто представьте лица игроков, которые на Тинкере гоняют сейчас. Это просто, ну, я не знаю, можно просто сразу им победу выписывать в каждой игре, чтобы они там даже не пытались играть. Потому что это безумие какое-то. Это вот за Шива и Тинкеры. Ой, блин. Короче, вы поняли. Фух, ну и с предметами мы вроде как кое-как разобрались, друзья. Там реально огромный список изменений. И эти изменения в основном связаны с тем, что предмет стал собираться из других предметов. И из-за этого его свойства немножко поменялись. Я показал вам предметы, которые не особо изменились в плане сборки. Но им добавились какие-то новые свойства, которые реально важны. Во всем остальном, ну, я не могу все вам показать. Это будет очень долго. Там, допустим, Сильвер теперь не критует. Это тоже важный вроде бы как момент. Но он и собирается теперь по-другому. И логично, что он не критует. Поэтому, друзья, имейте в виду, что практически все предметы и их рецепты поменялись. Это плохо или хорошо решать уже сами покажет время. Ну, а пока что я, наверное, закончу этот ролик с обзором предметов и основных изменений. Потому что нужно еще героев разбирать. А это, скорее всего, уже следующий ролик. Потому что, ну, тут никак не помещается. Вот при всем даже желании. Так что, ребята, не забывайте, опять же, тыкать колокольчик, чтобы не пропустить изменения героев. Не забывайте залетать в паблик ВК, где выкладываются самые основные и важные изменения, коротко и сдержанно. Ну, и залетайте в мой магазинчик цифровых товаров по ссылочке в описании. Покупайте там себе всякие игры без каких-либо ограничений. Ну, а я с вами прощаюсь. Скоро услышимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!